Павел Баршак зарекомендовал себя в российском кинематографе, как талантливый разноплановый актер, роли которого запоминаются зрителями, а проекты, в которых он играет, в большинстве случаев становятся сразу же популярными. Начав сниматься в 2002 году, актер стал быстро двигаться по карьерной лестнице, чему в немалой степени способствовала мелодрама «Прогулка», в которой актер сыграл одну из главных ролей. Фильм имел у зрителей огромный успех и высоко был оценен кинокритиками, а молодые актеры, сыгравшие в нем, в том числе и Павел Баршак, тут же приобрели широкую известность. В дальнейшем актер прославился и своими ролями в рейтинговых сериалах, среди которых можно отметить такие, как «Солдаты», «Игра», «Каменская», «Адъютанты любви» и «Тихая охота». На новый виток популярности Баршака вынес фильм «Три мушкетера», который вышел на экраны в 2013 году, где он сыграл Арамиса, и приобрел после этой роли огромную армию поклонниц. Сегодня в творческой копилке 37-летнего актера уже собрано 69 ролей, а его популярность и востребованность продолжают расти. Неудивительно, что этот симпатичный актер, отлично зарекомендовавший себя в отечественном кинематографе, вызывает интересы к своей личной жизни, которую он старается скрыть от посторонних глаз, но как раз это ему не всегда удается. Известно, что в его личном активе два брака. Первой женой актера стала Анна Политковская, когда ему исполнилось всего лишь 22 года. Павел не любит вспоминать об этом браке, поэтому о том, как жили супруги, у которых через год после свадьбы родился сын Федор, трудно что-то сказать. Известно, что они довольно быстро расстались, а сын остался жить с Павлом. Через несколько лет актер женился опять. Его супругой стала девушка Евгения, не имеющая ничего общего с кино, она работает дизайнером. В 2009 году у пары родился сын, которого назвали Фомой. Как известно, пара жила в мире и согласии, причем, Павел оказался образцовым отцом. Он все свободное время проводит с сыновьями, играет с ними в компьютерные игры, занимается спортом и устраивает им интересный отдых. Правда, возросшая популярность супруга сильно тревожила Евгению, хотя она и старалась адекватно воспринимать огромное внимание поклонниц к его персоне. Да и сам Павел не давал ей повода усомниться в своих чувствах. Он не только слыл примерным семьянином, но и всегда подчеркивал в интервью, как любит жену и детей. Но после того, как он снялся в сериале «Полет бабочки», где его партнершей оказалась питерская актриса Елена Радевич, поползли слухи о том, что у них роман. Масла в огонь подлили и совместные фото Павла с Еленой, которые стали все чаще появляться в сети, на них актеры выглядели не как коллеги по работе, а скорее, как влюбленные. Правда, сами эти влюбленные, если их так можно назвать, никак не комментировали разрастающуюся вокруг них шумиху, да и нигде не появлялась информация о том, что Баршак собирается разводиться со своей женой. Правда, журналистам удалось узнать, что актер, при том, что остается официально женатым на Евгении, вместе с ней уже не живет. Сам он также не комментирует эту ситуацию, и может в его личной жизни еще все наладится и он вернется к своей супруге, тем более, что он и сейчас заявляет, что семья и дети для него являются в жизни главными ценностями. А какие роли этого актера нравятся вам? Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?